Москва, Бангкок, Паттайя Океан, Астропа Паттайя, Паттайя Всем привет, дорогие друзья Из Таиланда У нас наступило время обеда С огнешенного с ужином Времени 4 часа Еще не обедали, как всегда, только завтракали И сейчас идем, решим Либо пойдем в суши Либо пойдем в безлимитный буфет Все с вами посмотрим Что тут есть интересного и вкусного Смотрите, здесь вот такой вот Стол едет С разными блюдами Можно вот так вот съесть, блюда себе повыбирать Самостоятельно это все приготовить Ну плюс еще вот здесь вот взять Это все стоит 400 бат Арбузик, ананасик И вот такие вот Разные суши Вот сейчас мы решаем здесь остаться Или пойти в другое место Здесь прохладно, кондиционеры Работают Напитки включены только безалкогольные Решили все-таки остаться здесь Значит, что, мы не помещаемся? Мы расстанавливаем, да? А почему не помещаемся? Давай попробуем поместиться Давайте-давайте А как мы это будем готовить-то вот? А это Отсядем действительно Так, сейчас как раз С вами все рассмотрим Вот здесь вот такие вот Барные стульки Здесь вот перед нами Раз... Вот это вот Линия раздачи Ты здесь вот, видите, набираешь Вот это вот все И готовишь Сейчас будем с вами пробовать Как это все Так, а как там вот накладывать Вот... А, там тарелки берешь То, что уже готовое Здесь уже просто тарелки берешь И набираешь, да? Ну, давайте Сейчас посмотрим, что взять Вот это, по-моему, креветки А сколько можно брать? А это соусы какие-то, да? Подожди, а тарелки такие маленькие? А, это что-то еще ни о чем А, вот, сейчас принесут Жареные штуки А это для супа Это для супа, наверное Здесь вот какие-то супчики есть И есть рис готовый Теперь немножко хоть понятнее Система эта Что здесь стоят мелкие Такие вот тарелочки Стоит поднос вот такой вот В нем эти штучки для соусов Разнообразные Нет, по фасаби, допустим Да, нужно соусы вот эти вот все взять А как у тебя поднос держится здесь? Ты рукой держишь? Вот елочки Ну, вот здесь разные суши Вот, вот, смотри И васаби лежит Ты можешь выбрать, попробовать Что-то из этого Ну, что, набрала я В общем, массу всего Вот это что-то остренькое Такое сейчас будем вместе с вами Совместно пробовать Вот это креветки, наверное, в кляре Это что-то китайское такое Разные суши Ну, и плюс еще можно что-то приготовить У нас вот здесь кипит вода Вот у меня закипает Еще соус какой-то Буду, только я не знаю А как, из чего его варить-то? Вот надо посмотреть Вот видите, как делают Раз, рыбку туда добавили А что в первую очередь варить? А что в последнюю? Грибы, я вижу Где? А, и, кстати, а чем это все накладывать? А я палочками не умею Берешь тарелочку сразу Вот это грибы А, тарелку просто берешь Вот это креветки Креветки я возьму А вот это, интересно, что Ну, тоже можно взять Сейчас что-то у меня получится Суп, не знаю, из чего Оно, в принципе, здесь все одно и то же А сколько же он будет вариться? Еще креветки Так, бросать их сразу туда, да? Раз креветка Два креветка Вот это не знаю, что Но Но брошу Юр, возьми палочка вот это Опусти, пожалуйста Так, что-то бросила еще Это что-то непонятное такое едет А вот это, как ты думаешь, что? Это миди Не, вот это Это гриб А, это Слушайте, я вообще не пойму это Что здесь варить Вот такой вот В общем, у меня получается, я варю какой-то суп с креветками С грибами варю Трава для вкуса А где эта соль вообще у них? А, наверное, соль грибанальная Я это у нее Почему? Соль тоже должна быть А, здесь какая-то травка Можно ее добавить А как же без соли суп? Так, вот так Так, а вот это что? А, вот это вот, наверное, имбирь Чуть-чуть Ну, подожди, а как же без соли-то? Подожди, а трава уехала Вот травка какая-то Надо ее снять И добавить туда Слушайте, а у меня как-то вода Она даже не кипит Вот у вас как-то она бурлит А у меня не кипит Может быть, здесь какие-то датчики есть? Кипит, кипит Вот плюс здесь А, нет, я выключила Что такое? П-4 Ну, в общем, как бы, я не знаю Я что-то включила на максимум И я вообще не могу понять Здесь разобраться в системе Хоть бы какой-то рецепт был А, а вон там напитки, кстати, напротив Можно взять напитки Тоже проезжала Мясо я туда забросила Там соли нету слева Как суп без соли есть? Не понимаю Это не соль Это там имбирь И что-то какое-то Непонятное было Он же безвкусный будет Без соли А, ну он вот кипит Вот это можно, да, бросить? Так, ладно Давайте, я в общем, не знаю Мне кажется, это такая гадость получится Несусвестная Поэтому Я попробую хотя бы то, что готово Потому что я здесь хочу Умираю уже В общем, мы не разобрались толком Потому что голодные С экскурсии приехали Городные, как и львы Набросали, все А она, оказывается, заходит Там можно по-какому-то специальную воду бросить Чтобы В общем, главное Чтобы не облили тебя Вот сюда нам тоже добавили Жидкость какую-то для том-яма Ну, а она же том-ям же Он же красный суп Нет Он красный суп А здесь нет ничего красного В общем, чтобы вот это самостоятельно приготовить В принципе, ты должен узнать рецепт этого том-яма Давай, Юра, рассказывай Какие-нибудь свои впечатления Впечатления? Угу Сейчас я пока хочу разобраться Пока еще немножко не понимаю Ну, пока что кажется, что как-то это ерунда Потому что все какое-то сырое плывет тут перед глазами Потому что я вот не вижу паломничка Такого, что можно было уливать Суп Тот не паломничек Вот это пиала Не паломничек И вот это Вот этим наливаешь А, вот желудку Когда есть Но нет соли То есть, таким образом есть при соли Может быть, соевый соус каким-то образом Ну, как суп без соли Я вообще суп без соли Ты думаешь Я специи еще лежат Нет, надо специи Я специи добавила, но соли там в этих специях нет Вот здесь стоит какой-то еще соус такой, типа томатного соуса Наверное, острый соус Наверное, острый соус Наверное, по-моему, конечно же Какой-то безумно острый соус А тут что такое? Где-то что такое? Где-то что такое? А где-то что такое? Я что-то снимаю что-то Если хотите, то грибы Это грибы Давайте сейчас попробую налить, что там Ой, я даже не знаю Мне кажется Такая мешанина В общем, какую-то я туда зеленюшку понабросала Креветки Вот это что-то какое-то, видимо, наверное, крабовое мясо Или креветка оттуда выглядывает И вот это вот, наверное, курица Или что-то типа на курицу похожее Плюс трава Ну и какую-то еще основу он принес Вылил из чайника туда По типу том ям Но на том ям это не похоже Ну, раз уж мы пришли экспериментировать То будем сейчас пробовать вместе с вами Знаете, что у меня осенило? А может быть, это ты не суп варишь А вот эти вот ингредиенты, которые здесь едут Что здесь главное, это, наверное, не жидкость А сварить то, что вот тут лежит Может быть, грибы Так, том ям К нам добавляли жидкость том яна Это значит о том, что Он дико острый Я туда бросила вот здесь приправки, которые лежали И он такой острый, что это просто вообще что-то жесть какая-то Это, знаете, такая какая-то гремучая смесь Ну попробую сейчас Креветка-то в любом случае должна была провариться Давайте я попробую тоже Тоже острое? Они едят ничего А как вы их специально У меня такое же острое Как вы так сделали? Попроси бульон специально Ой, бульон А у меня такая же жесть У меня тоже точно такой же Он острый, приострый Вот это неопознанный предмет какой-то Я не знаю, что это такое Это большая крабовая палочка В общем, вот знаете, что я хочу сказать Что в принципе, что здесь поесть Это только то, что вот мы показали там суши В принципе, этим можно наесться А здесь, конечно, нужно знать рецепт Что нужно добавлять Но самое главное, что специи вообще в принципе, наверное, добавлять нельзя было Потому что это дико-устро, понимаете? Это дико-устро Поэтому будем добирать суши Нет, Юра, у меня весь раскрылась А там еще и медиа будет, что я с ней видела Видишь, у меня медиа Юра и медиа тоже так нажали Нет, у меня была медиа, и она раскрылась вся Стоимость данного ужина или обеда Ходите, назовите Четыреста бат На наши деньги это восемьсот рублей За восемьсот рублей вы можете сами приготовить себе овощи Вот креветки Но я так и не поняла Суп это или это овощи в супе там все вместе Ну, в принципе, ничего так Но если вдруг там вам не понравится вкус, допустим, что там У меня почему-то печеная очень получилась То суши, вот этот вот быстрый бар То вы можете этим наесть Ну, плюс, соответственно, набитки И плюс еще мороженое Кстати, мороженое вкусное, но по мне так очень-очень сладкое Ну, а Юра вам наворачивает за обе щеки Ему оно не сладкое Оксана там на комментариях отвечает В общем, ну, это так вот, знаете На один раз сходить ради интереса Посмотреть вот необычный такой антураж Ну, напишите, сходили бы вы в такое место Если бы у вас была возможность Что бы вы предпочли? Пойти, допустим, в такое место Посмотреть, что только как попробовать для себя Что-то новенькое Или пошли бы в обычный ресторан Мне интересно ваше мнение узнать Ну, а мы все на мере Сейчас будем выходить уже В общем, девчонки и мальчишки Пошли дальше к бассейну Времени уже практически полшестого Я думаю, что уже смысл Сейчас выйти одевать купальник Пока ты в бассейн не дойдешь Смысла нет В любом случае, они оттуда через полчаса будут, потому что будет темнее А я зашла уже в другой салон Который находится на моей... на улице, где расположен мой отель Хочу попробовать сейчас здесь сделать массаж Полностью общий Ну, за какие-то деньги 200 бат, 400 рублей Общий час массаж А потом, когда мы все вечером пойдем гулять У нас же традиция постоянно заходить на массаж Я уже буду делать только исключительно ноги Тоже целый час И всего лишь 100 бат Это 200 рублей, представляете? Целый час вам делают массаж ног Только исключительно ног И 100 бат Такая вот, видите, здесь атмосфера Такие уютные кресла И мы идем на второй этаж Ну, здесь такая интимная обстановка В общем, кресел много Я иду теперь в тапочках, наконец-таки А то везде босиком Во всех салонах до этого Где мы были, босиком здесь Принято где-то наверху на самом Массажный салон Внизу ноги А здесь, в общем, если За день вы не находились еще Окончательно То это вот вам сюда Все, дальше кромешная тьма Вышла с массажного салона Слушайте, это что-то с чем-то Салон находится Сиана Рядом с Сиамом Сиам-Сиам, который Отель В общем, небо и земля Вот что мы делали до этого Там на протяжении трех дней И что делали здесь То есть здесь она прям видно Что очень сильно прям она старалась И делала, знаете, как Не спустя рукава все это дело А, это прям, кстати, наискосок Чуть-чуть прям от моего отеля Шикарно Прям я такая, ну, устали Соответственно, в зоопарке Все-таки походили мы И пока ехали там, то все А здесь прям она вытянула Знаете, каждый позвонок Ну, вот прям Добросовестно очень делала Что я аж встала И я чуть ли не упала Потому что, знаете, как расслабилась Вот практически чуть ли не уснула у нее То есть я уже вижу, что я погрузилась в сон А она мне уже так, типа, мол, вставай Потом еще после того, как она вот это вот час делает Ты еще садишься И она как-то на тебя забирается Вытягивает вверх одну руку, вторую руку В общем, это фантастика В Таиланд хотя бы вот даже ради массажа Стоит ехать А вообще, как бы, отличие только Мне кажется, салонов в том, что вот Ну, насколько чисто То есть, допустим, здесь ножки помыли, да Там, там, где мы были до этого Не мыли В одном месте мыли, в другом не мыли Хочу обратить ваше внимание Прямо здесь, насколько хорошо дело обстоит субборно Вот я прям даже удивлена Смотрите, я пришла Ну, я всегда прихожу Ну, сейчас вот пришла сегодня сейчас Шесть часов у меня дня То есть я сейчас на полчасика там переодеться Собраться на вечер Пойти уже дальше гулять И постель всегда заправлена, выправлена Пол всегда помыт Чистенько Здесь все убрано То есть все аккуратно Убирается, промывается Без напоминаний И полотенца меняются Ведь полотенца все поменяли Все чистенько Все висит на своем месте Эти душевые принадлежности для душа Тоже все мне положили Я сейчас, наверное, сделаю все для релакса То есть у меня сгорело Несмотря на то, что мазалась Пятидесятипроцентным фактором Сгорело Какую-то вот такую маску взяла Обычно вот эти вот они Эти отбеляющие какие-то Ну не знаю, попробую Помидорную пробовала Ну так, как бы особого эффекта не увидела Вот эта вот штука очень понравилась Надо сейчас, кстати, навести на перевод посмотреть Ну с мангустином В общем, для моей кожи лица она очень подошла В общем, сегодня будем массаж делать лежа ног О, все Упали В общем, они так радуются Так радуются В общем, сегодня ножки сейчас Черед ножек Слушайте, а здесь, кстати, кондиционер сильно работает При этом нас укрывают полотенцем Большим теплым полотенцем И здесь у девочек форма у всех своя То есть вот если идешь, там где-то там кто в чем одет Да, там лосины дешевые А здесь пошитая форма И у всех написано вот это название салона Саванна Сделав уже второй на сегодняшний день массаж Знаете, выходишь оттуда как это После тренировки какой-то двухчасовой Как будто ты тренировался Только тренировались за тебя тайки Делался, конечно, бесподобным Сейчас мы выдвигаемся В торговый комплекс Терминал 21 А, Терминал 21 он называется Мне все время хочется Терминал 21 века его назвать В общем-то, это такой Ну, он, в принципе, уже, наверное, не новый Открылся, наверное, год назад Или два года Я уже видела очень много обзоров А сейчас хочется самой зайти Посмотреть, что там и как В общем, один из самых современных Торговых центров здесь Давайте посмотрим, как он выглядит Начная жизнь кругом кипит А здесь такие универсальные Какие-то тайские сумки интересные Это не брендовые, но такие вот Необычные, которые вы не везде встретите Смотрите Все светится в огнях И даже Бургер Кинг есть Здесь тоже в том числе Я вот сейчас вам, знаете, что Покажу, про что я говорю Сейчас я не знаю, я здесь все вижу или нет Что вот такие вот громадиные отели Суперсовременные, да Вот такие вот суперсовременные частички Вот, что при таком вот уровне развития Вот этих вот гостиниц разных Сервисов вот этого вот В торговых центрах То от того, чего у нас в принципе нет, да Но при этом Какой-то такой уровень разврата Это раз А во-вторых, то есть здесь абсолютно спокойно Вот где-нибудь здесь на асфальте Может лежать человек спать Накрывшись пледиком, да На фоне вот такой супердорогой гостиницы Гранд Центара Центерпоинт Гранд Центерпоинт Или вот это вот, допустим Или терминал тот же самый, да Который построили Это прям вообще все Оазис такой В цветах Ну плюс улица Красных Фонарей У Кинг-Стрит я не видела Но там вообще разврат развратный То есть на тебя все набрасываются Я там, вы наверное уже посмотрите до этого Мой обзор А вот он, вот этот вот магазин Торговый центр Терминал 21 Сделан он Сделан он как Выходы в аэропорту В общем, сделан он как терминал Терминал аэропорта И каждый этаж Символизирует Какую-то страну Какой-то город В общем, сейчас мы с вами сюда все зайдем Посмотрим А где же самолет? Что-то я не вижу Куда-то самолет дели Я где-то самолет видела Приходил был Но приходил Вот сюда самолет был Где-то Он может с другой стороны Наверное, спорясь сегодня Да И вот таким вот образом Они пошли часы забрать И сейчас придут Еще она нам купила экскурсию Мы здесь завтра вдвоем сгоняем Потому что там уже были орхидеи Сады орхидеи Вон эти чемоданы прикольные Скопище чемоданов Самых разнообразных Встречает нас Ну и дальше давайте посмотрим Я, конечно, уже обзоров Очень-очень много Видела на этот торговый центр Вот видите Первый этаж Это Париж Символизирует Париж Москва, Бангкок, Паттайя Океан, Астропа Паттайя, Паттайя Ча макун, Паттайя Москва, Бангкок, Паттайя Океан, Астропа